МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленко. Расскажем прямо сейчас. Детские сады детям. В Муравленко нет очередей в дошкольные учреждения. Стенография 2018 открыта. Фестиваль уличного искусства объявил о наборе участников. Насыщенные выходные и грандиозные события. Муравленковцев приглашают на День оленевода и Тутанлорд. В окружной столице Салихарде завершилась стратегическая сессия основные приоритеты стратегического развития региона до 2030 года. Ее участниками стали заместители губернатора, руководители департаментов и главы муниципалитетов. Важной частью сессии стала проектная работа. Эксперты представили ключевые подходы к разработке стратегии. Участники сформировали основные приоритеты для региона, ключевыми при реализации которых являются вопросы благосостояния населения. Безусловно, должны сегодня взвесить все силы и средства, посмотреть, какой мы можем сделать прорыв, что мы можем изменить в нашей экономике, какую диверсификацию провести. У нас впереди реализация северного широтного хода железной дороги Баваненкова-Собеда. В связи с этим нужно подумать, какие мы можем внести коррективы, изменения, какие рабочие места создать. В промышленности на первом плане диверсификация. В округе появятся новые предприятия и целая серия заводов к производству СПГ. Это один из важных блоков будущей стратегии. Вместе с тем, развитие дорожной сети, строительство северного широтного хода. Среди главных приоритетов, обозначенных участниками стратегической сессии, снижение энергоемкости ЖКХ, цифровизация экономики, развитие тепличного хозяйства, судостроительство, строительство и еще ряд направлений, для реализации которых понадобятся свежие головы и рабочие руки. Ямал сегодня демонстрирует высокий потенциал экономики. И это несмотря на непростые климатические условия. Наши уникальные преимущества, они природные. Тот же климат содействует тому, что криогенные процессы, сжижение это процесс, требующий низких температур, у нас экономически эффективнее. Поэтому за счет того, что ключевые компании наши, вроде Новотека, сейчас занимаются активно импортозамещением, будущие модули завода будут строиться на территории России. Мы знаем, что в Мурманске развивается. Цел отсюда вверх, где будут делаться модули для завода, что повлечет существенное снижение стоимости будущего завода. Задача стоит до 30% его удешевить. Стратегия 2030 найдет свое отражение развития здоровьесберегающих, технологии социальной политики, решения негативных демографических процессов, связанных со старением населения. Ямалу в решении этого вопроса будет проще. Население молодое, многие пожилые выезжают в более благоприятные климатические условия. Это снижает нагрузку на будущую социальную инфраструктуру. Все разработанные в ходе сессии материалы лягут в основу стратегии 2030, которая должна быть сформирована и пройти общественное обсуждение до конца этого года. На Ямале продолжают поощрять дома с высокой платежной дисциплиной взносов за капитальный ремонт. Муравленко этим летом досрочно отремонтируют капиталку по адресу Ленина, 75. Здесь запланирована реконструкция кровли. Всего же в 2018 в городе обновят 15 многоквартирных домов. Еще по 9 капиталкам разработают проектную документацию. Отмечу, что практику поощрения решено продолжить. Муниципалитетам нужно определить кандидатов на досрочный ремонт. В Муравленко жители исправно оплачивают взносы. Наш город по-прежнему возглавляет список лидеров. Начисление в феврале 4 миллиона 59. Населением города внесены платежи в сумме 3 миллиона 59, что составляет 92% от суммы начислений. Сейчас граждане могут внести платежи через кассы, а также через личный кабинет. Детские сады детям. Доступность дошкольного образования – одна из главных задач президента. В Муравленко нет очередей в дошкольные учреждения. Сегодня их посещают более 2,5 тысяч малышей. Продолжит Валерия Чижик. Из кассы лапы по лесу идёт, сиски собирает, пищу мачку кладёт. Почти 700 малышей, которым чуть больше года уже посещают детский сад. В нашем городе для маленьких муравленковцев работает 31 ясельная группа. Для дошколят созданы самые лучшие условия. Здесь они учатся о самостоятельности и делают свои первые творческие шаги. Вначале, когда они пришли, первые полгода у нас была адаптация. То есть мы кричали, мы плакали, мы не хотели держать ложки. Сейчас, если посмотреть назад и сейчас, то это очень большой прогресс. Мы держим ложки, мы просимся сами на горшочки. Мы не называем меня больше тётей, называем Айгён по имени. Группы раннего развития в нашем городе очень востребованы. Родители всё чаще записывают в детские сады малышей, которым совсем недавно исполнился год. Эти группы для детей ясельного возраста. Очередь в эти группы отсутствует. При желании родителей они могут отдать ребёнка в детский сад с года в нашем городе. По такому пути пошла и молодая мама Алёна Константинова. Когда ей было необходимо выходить на работу, она записала своего сына Станислава в ясельную группу. Младший мой ребёнок ходил сначала в Димовочку, а потом его перевели в Дельфин, так как переехали. Он там стал более самостоятельным. Это очень здорово, что есть такие группы. Это и удобно, и полезно для малыша. В Муравленко работает 11 дошкольных учреждений. Это современные детские сады. Они оснащены различным инновационным оборудованием и инвентарём. Работать за таким устройством могут одновременно несколько детишек. Они вместе проходят обучающие игры и выполняют задания. Но самое главное, что благодаря таким устройствам дети с интересом познают новое. Более 2,5 тысяч малышей посещают наши детские сады. Кроме того, всех ребятишек, которые прибывают в Муравленко из других городов, сразу определяют дошкольные учреждения. Места хватает всем. Поручение президента, которое он давал, ликвидировать очереди с 3 лет до 7, она у нас выполнена в полном объёме. По состоянию на 16-й год, на январь 2016 года, у нас не было в очереди детей такого возраста. И до сегодняшнего дня детей в очереди от 3 до 7 лет у нас нет. Ликвидировать проблему очереди удалось благодаря открытию новых дошкольных учреждений. Кроме того, сейчас идёт строительство ещё одного детского сада – «Ладушки». Валерия Чижик, Сергей Шалафан, Анатолий Шуликов, Владислав Дропотов. Новости Муравленко. Муравленковцев избавят от налоговой безграмотности. 23 и 24 марта в налоговой службе проходят Дни открытых дверей. Специалисты научат, как подключиться к интернет-сервису, личный кабинет налогоплательщика. Расскажут об обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты налога с него. Кроме того, объяснят порядок исчисления и уплаты НДФЛ и заполнения налоговой декларации, в том числе в специальной программе. Расскажут, как узнать о наличии или отсутствии задолженности и получить налоговый вычет. Мы информируем налогоплательщиков по заполнению налоговых деклараций 3 НДФЛ. То есть информируем о законодательстве, информируем людей о том, что им нужно, например, отчитаться по продаже имущества либо ценных бумаг. То есть информирование идет именно по направлению налога на доходы физических лиц. Следующие дни открытых дверей в налоговой инспекции пройдут 23 и 24 апреля. Стенография. Крупнейший российский фестиваль уличного искусства совместно с программой социальных инвестиций родные города компании «Газпромнефть» начинает отбор участников. До 23 апреля художники могут прислать свою портфолио организаторам фестиваля. Авторы, прошедшие отбор, смогут создать свой арт-объект в одном из девяти населенных пунктов, где пройдет фестиваль. Планируется, что в этом году уличные художники приедут в Муравленко в августе. Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля. Мы сначала хотим познакомиться с художниками и объявляем сейчас конкурс набора портфолио. То есть мы хотим получить от художников, от профессиональных, начинающих, каких угодно, собственно, какой-то набор работ, которые они когда-либо делали, или наоборот, идей, для того, чтобы они нам их показали, мы бы с ними познакомились. Затем мы предоставим поверхность и уже конкретно под какую-то поверхность будем разрабатывать вместе эскизы работы. Город Муравленко поддержит «Час Земли». Это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. 25 марта свой профессиональный праздник отметят служители культуры и искусства. О том, как профессия становится образом жизни и хобби, в нашем следующем сюжете. На короткое время отвлечься от работы, чтобы вновь ощутить счастье. Мольберт, кисти, мастихин, тюбики с краской и вдохновение. Для директора детской художественной школы Елены Паникаровой теперь это едва ли не роскошь. Но она все равно находит свободные минуты. Ведь именно любовь к живописи привела ее в профессию художника. Никак не могу без письма, без живописи. Но это приходится делать, конечно, гораздо реже, после того, как я стала директором. И это в основном вечернее время или ночное. Но когда эти моменты случаются, они становятся волшебными. В такие минуты она не замечает, как день меняется с ночью. Когда пишешь, остановиться уже сложно. Сотни разноцветных мазков и белое полотно превращается в произведение искусства. У меня за спиной вырастают крылья. Буквально. И когда работа получается хорошо, я уже не знаю, на каких я на небесах нахожусь. Это счастье. По-другому не скажешь. Когда профессия, образ жизни, хобби и призвание одновременно. Именно тогда есть гармония с собой. Только тогда все получается с первого наброска. Не только на полотне, но и в жизни. Вот уже три года, как она стала руководителем. Коллеги говорят, с ее приходом у коллектива будто второе дыхание открылось. С Еленой Анатольевной, с ее приходом все кардинально изменилось. Потому что этот человек такой батарейка, движущая сила. Она всегда фонтанирует различными идеями. Иногда порой просто за ней не поспеть. Не в ее принципах менять уже сложившуюся систему. Потому что основы и сохранение академического искусства в школе – это святое, говорит Елена Анатольевна. Она мечтает сделать это искусство частью жизни каждого ученика. Научить чувствовать и видеть в произведении не только результат, но и сам процесс создания. Взрастить в детях не только художников, но и грамотных зрителей. Оксана Шосток, Анатолий Шуликов, Новости, Муравленко. Муравленковцев в эти выходные ждут сразу два грандиозных события – «Тутанлор» и «День оленевода». Марафон для любителей экстрима и драйва «Тутанлор» пройдет на территории Сопки. Мероприятия соберут участников из разных регионов страны. В оргкомитет уже поступили заявки от 32 спортсменов. Профессионалы преодолеют трассу протяженностью до полутора километров. Любители проедут около 4000 метров. А в парке культуры и отдыха в субботу пройдет национальный праздник – «День оленевода». Открытие состоится в полдень. Для жителей и гостей города подготовлена обширная развлекательная программа – национальные угощения, состязания коренных жителей Севера. Как всегда, очень зрелищными обещают стать гонки на оленях упряжках. Концертные номера подготовили творческие коллективы и артисты Дома культуры Украина. «День оленевода» – это праздник не только для тундрового населения, но и для всех любителей национального северного колорита. К пробуждению готовы. Образцовый театр-студия «Балаганчик» и театральный коллектив «Алые паруса» 24 марта представят премьеру спектакля. Театральная постановка «Пробуждение» – очередная работа режиссера Алексея Ракульцева. В ней задействованы юные актеры театральных коллективов Дома культуры Украины. Музыкальный спектакль, основанный на реальных мечтах, публика увидит уже в эту субботу. Этот вызов, это пробуждение, не знаю, это спектакль, основанный на реальных мечтах людей. Реальных, ну, условно, на реальных событиях. Люди мечтали, люди не стали. И люди хотят все равно стать. То есть в процессе спектакля они пробуждаются, они меняют свою жизнь. Вообще не поздно никогда меняться. Я очень надеюсь, что, может быть, наш спектакль как-то позволит людям об этом задуматься. Это вся информация выпуска. Больше подробностей на нашем сайте. Муравленко, 24.ру Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»